Еще раз приветствую, дорогие наши друзья, наши телезрители, наши подписчики. Сегодня 20 марта 2013 года, и я продолжаю отвечать на ваши вопросы. Здесь, в Барселоне, в парке Гуэля, или парке Гауди, как хотите назовите, да, мы сегодня сюда приехали, прошлись, прогулялись, посмотрели. Вот кто-то из подписчиков написал там показать море, пожалуйста, вот вам море, вот хорошая погода, замечательная стоит. Я потом запишу для вас такой большой, как бы, хороший ролик, он будет называться «Один день в Барселоне». Вот, ну, мне его нужно, конечно, там подготовить, смонтировать, там, все остальное. То есть я его, скорее всего, уже залью с Москвы. Соответственно, наверное, вы уже посмотрели первую часть ответа на вопросы, да, на 10 вопросов я уже дал, как бы, сегодня ответ. И сейчас давайте продолжим отвечать на еще 10 вопросов. Значит, вопрос задает Вера АААА003. Сергей, запрос «Ваше отношение к детям в семье». Хорошее отношение у меня к детям в семье, конечно, здорово, дети цветы жизни. Дальше. Затрот 66666. Посоветуй, лучше какой бизнес открыть? Вы знаете, мне сейчас тоже очень много таких вопросов задают и подписчики, и вообще там многие мои знакомые там. Сейчас очень сложное время для открытия своего бизнеса, да, и не только в России, вообще во всем мире. Но, скажем так, в России больше возможностей, чтобы ваш бизнес не прогорел. Потому что, посмотрите на Европу, кругом кризис. А все-таки, скажем так, в России больше возможностей. Больше там бюрократии, но больше возможностей. А если конкретно отвечать на вопрос задрота 66666, какой именно открыть бизнес, да? Я уже говорил, в принципе, я считаю, что будущее за IT-технологиями, за интернетом, за какими-то вот такими вещами, которые нельзя пощупать руками, но которые вот они как бы, скажем так, в голове идеи. Вот мне кажется, за этим будущее. Поэтому вот такой тебе ответ. Дальше. Игорь Климов спрашивает. С первым днем весны, Сергей. У меня вопрос не в тему. Скажи, какие фильмы тебе нравятся? Ну, Игорь Климов, что я тебе хочу сказать. Мне нравятся разные, как бы, фильмы. Я очень люблю фильмы с участием Аль Пачино и Роберта Де Ниро. Скажем так, любимый мой фильм, ну, если так сказать, прям совсем мой любимый фильм, это «Схватка», если смотрели. Игры разума. Игры разума, да. Потом, какой у меня еще из таких, из отечественных фильмов, ну, в принципе, все старое советское кино, да. С Никулиным вот эти фильмы я как бы тоже люблю. И люблю еще советские мультики. Ну, там, «Ну, погоди», «Винни-Пух» и все остальное. Так, идем дальше. Маша и «Медведи» тоже. Да. Энтони Сноу, привет. В Америку тебе привет огромный. Из Испании, из Барселоны. Потрясающий вид тут, посмотрите, «Саграда ля фамилия» перед вами, да. А, там она. Порт, порт, ну, там, с правой стороны. Средиземное море. Барселона вообще является одним из самых больших портов Средиземного моря. Тень стали, потому что солнце против солнца, когда вообще ничего не получится. Так, дальше продолжим отвечать на вопросы. Энтони Сноу пишет. Привет, Сергей. У меня к тебе такой вопрос. После какого канала на Ютьюбе ты решил сделать свой и записывать свои видео? Значит, отвечая Энтони, я скажу так. Я вообще, честно говоря, мало, мало смотрел, как бы, каналы на Ютьюбе для того, чтобы меня это сподвигло открыть свой канал. Скажем так, это была идея не от того, что я где-то у кого-то что-то увидел или что-то придумал или подсмотрел. Нет. Я просто сам решил, скажем так, для себя записывать то, что я, как бы, вижу данные в настоящий момент времени. Нет, вначале снимали для родственников и друзей. Да, да. Вот как бы это сказать правильно. Передавали привет там нашим друзьям в Израиль, там, в Америку, в Украину, в Швецию, там, еще куда-то. А потом это все переродилось в то, что вы сейчас, вот как вы видите. Само собой. Само собой не очень так получилось. А сказать, что я там, вот, на какой-то канал посмотрел, и меня нет, такого не было. Так, идем дальше. Франк Лампарт спрашивает. Было бы интересно послушать ваше отношение к ненормативной лексике. Значит, я скажу так, Франк Лампарт. Я плохо отношусь к мату. Если вы заметили, я в своих роликах вообще мат не употребляю. И в жизни тоже. В очень редких случаях. Я считаю, что не каждый умеет правильно выражать свои мысли, особенно матом. Мое мнение такое, что матом тоже нужно уметь, как бы, на нем надо уметь разговаривать. У кого-то это классно получается, у кого-то нет. У меня это получается плохо, поэтому я на нем не говорю. И вообще я считаю так, что вот эти слова, ну, плохие, короче, слова, они разрушают, как бы, энергию человека, да. То есть они, употребляя их, вы отдаете энергию плохую, негативную в Вселенную. Вот так и следует. То есть мое отношение к ненормативной лексике отрицательное. Дальше. Электрокнига спрашивает. Сергей, что вы думаете о самоубийствах и самоубийцах? Существуют ли такие ситуации, когда суицид – единственный выход? Я считаю, что жизнь дана Богом. Ее нужно прожить так, чтобы вот таких вещей не было. Поэтому отношение мое к самоубийцам плохое, к суициду тоже негативное. Я вообще не понимаю таких людей. Выход всегда можно найти, я так считаю. Нет, ну, в жизни всякое бывает, но надо иметь с его воли. Вот так вот, на всякий случай. С таким трудом нуждается ребенок, вырастает, и чтобы так легко потом... Дальше. Адур, 46, спрашивает. Мы так не отгодимся. Проблема острая. Государство ей не занимается, а жаль. Но это видно к вопросу к электрокнике. Он тоже спрашивает и говорит о том, что проблемы на самом деле существуют. Проблем много существует. Вы знаете, я не считаю, что проблема самоубийц, она в России такая глобальная. Да, наверное, она есть, но я как бы этим вопросом вообще реально не занимался. Я отношусь к этому плохо. Дальше. Мега КТМ 505 спрашивает. Серега, когда планируешь в Черногорию? Значит, билеты пока не брал. Мы планируем поехать в Черногорию где-то во второй половине апреля. Короче говоря, где-то ближе к майским праздникам. И тоже, конечно, оттуда будет куча всяких разных роликов. Так, ну, привези мне оттуда пару браслетов. Ну, хорошо привезу. Потому что в Москве они в два раза дороже. Егор Карпенко спрашивает. Какое у вас образование? Высшее экономическое? Дальше. Дисш на всех. А ты еще мастер спорта. Дисш на всех. Раз ты советуешь работать по профессии, то расскажи о выборе этой самой профессии. Вы знаете, как бы это правильно сказать, выбор профессии это тоже тема не двух минут, это тема, наверное, целого ролика. Вообще, вот, надо, как мне кажется, с самого детства ребенку своему закладывать какие-то основополагающие ценности в жизни, для того, чтобы он четко понимал, как ему идти, ну, по этой жизни. Потому что не просто ж так, вот я помню, там, у нас в детском саду, там еще все спрашивали, кем ты хочешь быть, там, всем, космонавтом, спортсменом, летчиком, пожарником. Это не просто так. То есть, пропотворку в детстве, оно тебе все равно как-то откладывается, кем ты и как ты хочешь быть, кто-то врачом, кто-то еще что-то. Мое мнение такое. Ребята, вот, я знаю, у меня просто молодая аудитория, да, у вас перед вами там вся, как бы, жизнь еще впереди, и все остальное. Вот выбирайте конкретно свою, как бы, профессию, да. Которая вам нравится. Которая вам по душе. Может быть, вы думаете, ой, это образование стоит дорого, не потяну там, нет. Найдите возможность заниматься своим любимым делом. И тогда ваша профессия будет вам давать, ну, отдавать плоды свои, да. То есть, как я уже говорил в своих прежних роликах, сначала вы работаете на имя, а потом имя работает на вас. Если вы хороший специалист, если вы хороший врач, если вы хороший пожарник, там, не знаю, еще кто-то, да, военный, вы будете всю жизнь гордиться тем, что вы не зря просто прожили эту жизнь и занимались любимым делом. А кто-то хорошая домохозяйка, тоже полезный труд. Дети цель. Дальше. Никита Ковшов так спрашивал. Дальше у нас, значит, такой вопрос. Сенни Аххарт. Сенни Аххарт спрашивает. Сергей, ты пропагандируешь позитив и добро, но ведь у каждого человека есть свои скелеты в шкафу. Расскажи, какие поступки ты совершал в жизни и о чем жалеешь. Вы знаете, вот честно скажу, не кривя душой, да нет ничего такого, чтобы я о чем-то жалел. Я стараюсь жить по правде, по вере, по блогу, короче. В детстве кроссовки взял у Косточкина. Да, есть какие-то вещи, мелочи. В детском саду. Я в детстве, да, у пацана, у моего, у кореша, короче, украл кроссовки. Ну так они мне, блин, даже не кроссовки, а кеды, короче, Кахеноровские такие, помните, раньше были синие с белой такой подошвой. Адидас. Причем на три размера больше. Не знаю. И я ходил в этих кедах, ну я, конечно, ему потом сказал, что я у тебя, типа, взял поносить там, но вот за это мне реально до сих пор стыдно. Вот сколько лет прошло уж, не знаю, там лет 30, наверное, прошло, а я вот все до сих пор вспоминаю, как же я так посмел взять чужую вещь. Вот так. Дальше. Слим с Хэди 90-20 спрашивает, в каких ситуациях нужно применять физическую силу, а когда лучше уйти от конфликта? И как ты думаешь, драки закаляют? Значит, я скажу так. Мое мнение такое. Драки не закаляют. Драки только повышают дополнительно агрессию в человеке. Не важно, проиграл он в драке или победил он в драке. Вот я считаю, что главное и самое важное, когда назревает конфликт, этот конфликт локализовать. Быть дипломатом. Быть дипломатом. То есть не кулаками, а своим языком разговором. Убедить человека или даже признать то, что ты неправ, или объяснить ему, что он в этой ситуации неправ. Вот самое главное, вот я считаю, это дипломатия. Вот мое мнение такое. А драки, ну что драки? Закаляют они или не закаляют? Ну дал ты кому-то по морде, к примеру, или тебя там побили, зубы тебе выбили. Ну дальше что? Ты всю жизнь живешь с этим и думаешь, нафиг я это сделал? Или кого-то я обидел, или еще что-то. Я не поддерживаю это. Я считаю дипломатия. И у меня в жизни тоже были такие ситуации, когда либо сейчас что-то будет, либо сейчас ничего не будет. Я всегда добивался того, чтобы ничего не было. То есть мерами убеждений. Это вот то, что я хотел вам сказать. Но бывает иногда действительно ситуация такая, что ты оказываешься в таком обществе, в таком окружении, что ну сейчас реально что-то будет. Я скажу так, я никогда первый не бью. Но если ударили меня первого, то конечно здесь, ну, я как бы не знаю, что со мной, что я могу сделать. То есть я могу, наверное, многое сделать. Поэтому я стараюсь себя до таких ситуаций не доводить. А жить в добре и в позитиве. Для этого создан наш канал. Спасибо большое за ваши ответы. Надеюсь, вот многие вопросы у вас, как бы они сами по себе как бы решились, отпали, и я вот дал на них исчерпывающий ответ. А вообще пишите, я думаю, что рубрику вопрос-ответ мы будем вести где-то раз в месяц, так приблизительно, может чуть чаще. Вот, посмотрите, полюбуйтесь еще раз таким замечательным видом в этом классном парке, который был спроектирован Антонио Гауди. Все, до новых встреч. Ребята, чао. Любим вас. Пока. Класс. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова